Выборы президента в Крае начались с рекордно высокой явки. На 10 утра, по данным Центра избиркома Края, свой голос за президента отдали более 100 тысяч избирателей. В день президентских выборов на избирательных участках не протолкнуться. Выполнить свой гражданский долг приходили целыми семьями. В часы пик членам участковых избирательных комиссий выстраивались настоящие очереди. Его просто надо выбирать. Не назначать же его откуда-то, кому-то там и кем-то там. Я же здесь живу. То есть вам не все равно, что происходит? Ну, конечно. Конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо. А надеешься, наилучше. Одним из первых свой избирательный участок в гимназии номер один посетил глава Владивостока Виталий Веркиенко. На выборы глава города прибыл всей семьей, отметив, что важно с детства показывать пример активной гражданской позиции. И бюллетень получал вместе с сыновьями Артемом и Семеном. Все, прячься. Можешь подождаться сейчас? Да. Также Виталий Веркиенко принял участие в голосовании по проекту «Комфортная городская среда», где представлены 12 общественных территорий города и в школьном референдуме. Выбрать понравившийся дизайн проекта городских зон отдыха можно было в 55 школах Владивостока, вне зависимости от места проживания. Высказать свое мнение по поводу даты начала учебного года и замены бумажных дневников на электронные 76 учебных заведений Краевого центра. В школьном референдуме приняли участие почти 50 тысяч человек. Краевая столица вошла в число 12 муниципалитетов Приморья, которые выразили желание принять участие во всероссийском проекте. Каждый муниципалитет вынес на голосование свои вопросы. Во Владивостоке их было два. Считаете ли вы целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября? И поддерживаете ли вы идею замены бумажных учебников на электронные? В школьном референдуме за что проголосовали? За перенос 15 сентября, но против электронных учебников. Выборы во Владивостоке организованы на мировом уровне. Это отметили даже иностранные наблюдатели. Румен Гечев, наблюдатель от болгарского парламента, во Владивосток прибыл по приглашению председателя Государственной Думы. Несомненным успехом российских выборов он считает применение КАИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Такой практики, признался Румен Гечев, в Европе он не видел. Для нас очень интересна технология, которая используется здесь. Потому что это позволяет побоистрее посчитать голосов. Тайна выбора тоже гарантирована с этих устройств. Так что это очень интересное техническое решение, которое имеет и политическое значение. Безопасность избирателей обеспечивали сотрудники полиции. Все участки были оснащены рамками и металлодетекторами. К середине дня явка на избирательные участки составила более 50%. Эти выборы, отмечают политологи, можно считать максимально комфортными для избирателей. По традиции на участках можно было купить недорогие продукты, на некоторых пройти бесплатный медосмотр. Молодежь на выборы завлекали конкурсами, за победу в которых можно получить в подарок дорогой гаджет. На некоторых участках складывается ситуация, когда одновременно приходит очень много людей. Связано это иногда с тем, что приходят голосовать организованные группы избирателей из числа курсантов, студентов, военнослужащих. Ну, то есть, такая объективно понятная причина. В 20 часов избирательные участки закрылись, и комиссии приступили к подсчету голосов. 19 марта ЦИК опубликовал итоги прошедших выборов. Победу ожидаемо одержал действующий президент Владимир Путин. Во Владивостоке за него проголосовало более 60% избирателей. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.